Добрый день! Часто возникает вопрос, а можно ли моему врачу, кардиологу, урологу, гинекологу, терапевту назначить более серьезные препараты, чем рассмотрены ваши инструкции для коррекции психоэмоционального состояния? Имеет ли право врач не психиатр, не психотерапевт назначать антидепрессанты, теракмилизаторы, нейролептики? Вопрос очень интересный и актуальный. Во-первых, с одной стороны, безусловно, любой врач, вне зависимости от своей специальности, должен корректировать психоэмоциональное состояние своего пациента, если оно того требует. В общем, если мы возьмем любой учебник по терапии, выпущенный в прошлом веке, мы найдем упоминание наших великих врачей и терапевтов о том, что лечение пациента должно сочетаться с коррекцией его психики. Ну, тогда это говорилось не о психике, а о душе, но, тем не менее, речь все равно шла о психоэмоциональном состоянии. С другой стороны, поскольку тогда речь шла преимущественно о психологических, психотерапевтических приемах, а сейчас мы говорим о медикаментозной фармакотерапии, безусловно, ее применение требует определенных знаний, навыков и умений. Поэтому ситуация двоякая. С одной стороны, да, любой врач должен корректировать психоэмоциональное состояние. С другой стороны, если он за это берется, он должен разбираться в препаратах, которые он использует. Как именно разбираться? Какие особенности, какие ошибки наиболее часто встречаются? Ну, самая популярная, самая широко назначаемая, рекламируемая и продвигаемая группа препаратов антидепрессантов. Здесь мы сталкиваемся с тем, что зачастую врачи, назначающие эти препараты, не информируют пациентов о том, как долго их надо принимать. Курс приема антидепрессантов составляет минимум 3-4 месяца. Минимум 3-4 месяца. Может быть и полгода, и год, и даже более. Соответственно, пациент, не готовый к такому приему, может просто не завершить курс лечения. И, соответственно, результаты не получить. А врач, назначающий препарат, не зная продолжительность курса лечения, соответственно, не получает того результата, на который ориентировался. Второе. По антидепрессантам. Чрезвычайно важно то, что антидепрессанты дают свой антидепрессивный эффект не ранее, чем через 2-3 недели от начала приема. Опять-таки, здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, что врач назначил препарат, пациент принимает его неделю, две недели, результата не видит и все бросает. На самом деле препарат был хороший, и он подходил к пациенту, но пациент не был информирован, когда ждать эффекта. Третья ошибка, часто встречающаяся при приеме антидепрессантов, когда врач назначает препарат, недостаточно ориентируясь в его действиях. Ну, опять-таки, врачи это должны знать, если используют эти препараты, но, тем не менее, скажу в большей степени для пациентов. Антидепрессанты разделяются на успокаивающие, преимущественно успокаивающим седативным действием, преимущественно стимулирующим действием и сбалансированные антидепрессанты. Если успокаивающие седативные антидепрессанты не представляют какой-то сложности, сбалансированные, в общем-то, самые широко рекламируемые и продвигаемые группы, то активирующие антидепрессанты обладают таким неприятным эффектом. Они сначала активируют пациента, а только потом уже корректируют его депрессивные состояния. Поэтому получается так, что у человека не было энергии, когда у него была депрессия, он хотел с собой покончить, но у него не было на это сил. Он начал принимать активирующий антидепрессант, силы у него появились, и он реализовал свои суицидальные мысли. Так называемый парадоксальный суицид. На фоне внешнего улучшения состояния человек не выздоравливает, а наоборот, совершает суицидальную попытку. Поэтому использовать активирующие антидепрессанты в амбулаторной практике я бы вообще не рекомендовал никому. Ну уж тем более людям, которые не имеют достаточного опыта их применения. Следующая группа – транквилизаторы. Вот если пациенты обычно боятся подсесть на антидепрессанты, не знаю уж откуда это пошло, но тем не менее очень часто так формулируется – подсесть на антидепрессанты. Так вот антидепрессанты не вызывают привыкания и зависимости, а транквилизаторы как раз-таки вызывают. Поэтому транквилизаторы назначаются максимум на две недели. В инструкциях к препаратам указаны другие сроки – до месяца, до двух месяцев. Но тем не менее я от себя говорю, что желательно не принимать антидепрессанты, транквилизаторы регулярно больше, чем две недели. Через две недели уже начинаются некоторые проблемы с его отменой. Через месяц, допустим, у такого препарата, как лонозапам, отмена становится крайне проблематичной. Опять-таки, транквилизаторы – препараты, наиболее хорошо переносимые пациентами в такой общей соматической, не психиатрической практике. Они широко назначаются, они активно используются, они имеют широкий спектр показаний. Это и противотревожные действия, и успокаивающие действия, и снотворные действия, и релаксирующие, расслабляющие мышцы действия. Это набор действий, эффектов бензиозапиновых транквилизаторов. В то же самое время, привыкание и зависимость – это нельзя забывать. Курс приема – две недели. В остальных случаях препарат может использоваться как скоропомощной. Появилась тревога – принял, тревога прошла. Но никак не регулярно. Именно как препарат скорой помощи для коррекции текущего состояния. А типичные транквилизаторы, какие-то как афобазол, грандоксин, могут использоваться при лечении тревоги. Об этом говорится в нашей инструкции по коррекции психоэмоционального состояния. Но они обладают достаточно изолированным действием. И далеко не всегда всем подходят. Но опять-таки, поскольку афобазол продается на 2013 год в России свободно, вообще без рецептов, то, конечно, вы можете попытаться воспользоваться им, если имеются признаки симптома тревоги. Уточнить, как именно выявить эти признаки, вы можете на нашем сайте меднаука.нет. Такая группа, как нейролептики. Ну, это препараты с достаточно тяжелыми побочными эффектами, с достаточно мощным действием. Поэтому, честно говоря, я не вижу больших оснований при наличии седативных антидепрессантов, при наличии транквилизаторов использовать их врачам, не психиатрам. Хотя, опять-таки, если человек владеет этими препаратами, если человек убеет ими пользоваться, то почему бы и нет. Норматимики. Опять же, препараты с достаточно выраженными тяжелыми побочными эффектами. Для большинства норматимиков требуется постоянный контроль формулы крови. То есть, кровь сдавать на анализ придется, ну, по крайней мере, раз в месяц. Смысл назначать их без однозначных показаний, опять-таки, такого вот, такой острой необходимости я не вижу. Применяются они при циклотемии, биполярном аффективном расстройстве, ну, это чисто психотическое расстройство уже, психотического регистра, фактически. И при зависимости. Но имеет ли это смысл или нет, опять-таки, весьма неоднозначно. Лично я эти препараты не особенно сильно использую. Далее. Такие препараты, как ноотропа, о них подробно рассказывается в нашей программе. По шаговой инструкции коррекции психоэмоционального состояния. Главное не забывать, что любой препарат, медицинский препарат, имеет как прямое действие, так и побочные эффекты. Это нужно помнить. Подводя итог, можно сказать следующее. Да, с одной стороны, любой врач должен корректировать психоэмоциональное состояние своего пациента, но если он использует для этого фармакотерапию, медикаментозные средства, то он в обязательном порядке должен детально знать их эффекты. И желательно иметь опыт работы с этими препаратами. Если у вас возникли еще вопросы, вы можете обращаться на наш сайт меднаука.нет.